Недавно помощник Путина Максим Орешкин дал большое интервью московскому комсомольцу. Он рассказал, как хорошо обстоят дела в российской экономике, как мы отключаемся от больной экономики Запада и подключаемся к по-настоящему здоровому Востоку. И безработицы-то у нас нет, и ВВП растет, страна богатеет благодаря внутреннему производству. И вообще, санкции эти все вредят не России, а Европе. Тезис, что война может стать драйвером экономики, для кого-то действительно выглядит убедительным. А что, России нет? Конечно, война — это смерть и разрушение, и падение уровня жизни. Но в то же время смотрите, как растет ВВП вследствие развития оборонной отрасли. И за примерами далеко ходить не надо. Наверняка все слышали, что Соединенные Штаты стали первой экономикой мира, потому что во время Второй мировой войны поставляли в Европу оружие, тушенку и сталь. Так вот, сегодня разберемся, может ли война укрепить экономику. Это важно уложить в голове, чтобы мутные аргументы всяких помощников Путина не казались рациональными. Только перед тем, как начнем, хочу напомнить. У меня сейчас выступление в разных городах Европы, будем показывать процесс создания роликов в формате спектакля, запишем ролик на завтра, а также я побеседую со зрителями, отвечу на вопросы. Для тех, кто не может посетить шоу, мы решили сделать онлайн-трансляцию, которая будет в понедельник, 27 ноября. У меня в этот день выступление в Амстердаме, и вы сможете прямо из дома увидеть полностью все шоу. На трансляцию, как и на само выступление, тоже продаются билеты. Это один из источников финансирования канала. Так что заходите на сайт и покупайте доступ к трансляции. Начало в 19.30 по Амстердаму или в 21.30 по Москве. Если вы из Амстердама, Вены или из Израиля, можно купить билеты на сами выступления, они пройдут на следующей неделе. Ну все, теперь к ролику. Что же за чудеса произошли в Соединенных Штатах во время Второй мировой войны? Почему многие до сих пор считают, что войны способствуют экономическому росту? Давайте вспомним, что это было за время для Америки. Начало 40-х тогда только-только начала отступать Великая депрессия, которая в сущности была кризисом перепроизводства. Я сейчас, конечно, очень упрощаю, но суть в том, что американский бизнес в начале 20 века дорвался до индустриализации. С помощью новых технологий делались огромные деньги. Уровень жизни горожан рос, и они создавали спрос на все эти новые прекрасные вещи, которые производил бизнес. На автомобили, голливудские фильмы, телефоны и стиральные машины. Казалось, этой спирали благополучия не будет конца. Промышленность будет производить все новые товары, рабочие будут получать все более высокие зарплаты, спрос будет расти и так далее виток за витком. Но была проблема. Промышленными рабочими стала совсем небольшая часть населения Соединенных Штатов. Большинство граждан в этом празднике жизни не участвовали и не богатели, а скорее наоборот. Массовое производство требовало массового потребления. И как раз с ним возникли проблемы. По нынешним временам это небольшая беда. У государства есть много возможностей стимулировать потребление. Например, раздать деньги в виде пособий. Тогда наименее обеспеченные слои граждан начнут больше потреблять, и это стимулирует производство и рост экономики. Но в начале 20 века правительство США придерживалось принципа бережливости и невмешательства. И не сделало ничего. В результате в стране было произведено огромное количество товаров. Еда, одежда, холодильники, радиоприемники. Больше, чем когда-либо до этого. Но денежной массы, чтобы все это было куплено, не хватало. Цены начали падать. Случилась дефляция. А дефляция это очень плохо. Это хуже намного, чем инфляция. Ну, представьте, например, что вы собираетесь купить машину за миллион. Но если купить ее через год, точно такая же новая машина, последней модели, будет стоить 800 тысяч. А если через два года, то 650. Многие ли решатся купить задорого то, что скоро подешевеет? Или вообразите, что вы решили отложить деньги на старость или на колледж ребенку. Если вы принесете домой наличку и положите ее в тумбочку, то через год у вас все еще будет та же сумма. При этом товары в магазине подешевеют. Дефляция же. А если вложите свои деньги, например, в недвижимость, то через год не сможете продать ее даже по той же цене, потому что цены-то падают. Так вот, дефляция очень серьезная экономическая проблема. Словом, это была ловушка. Те, у кого были деньги, не покупали, дожидаясь падения цен. Те, у кого не было денег, просто не покупали. Инвесторы, вложившие деньги в производство, не получали дохода, потому что не было спроса. А правительство ждало, что рынок справится сам. К началу войны все уже немного наладилось, но в стране по-прежнему простаивало очень много незадействованных промышленных мощностей. Было очень много свободных рабочих рук. Безработица перед войной достигала 17%, а объема денежной массы все очень не хватало для роста внутреннего спроса. Так что военные заказы пришлись очень кстати. В экономике появились деньги, оборудование перестало простаивать и начало приносить прибыль. Люди получили работу. Благодаря военным заказам в экономике США стало больше денег, ожила промышленность и появились рабочие места. Но даже при этом Штаты на помощи союзникам отнюдь не разбогатели. Очень большая часть военного заказа, который США поставляли по Ленд-Лизу, в итоге так и не была оплачена. Со стороны американского правительства это был не бизнес. Это была помощь военным союзникам. И по условиям поставок союзники брали обязательство оплатить только то, что уцелеет после войны. А все потери списывались. СССР, например, получил поставки на сумму около 11 миллиардов долларов, но оплатил Союз и наследовавшая ему Россия всего 722 миллиона. И большую часть из них уже в середине нулевых годов, когда деньги обесценились аж в несколько раз. Да, промышленность получила от правительства оплату за произведенную продукцию. Но в бюджете страны эти суммы взялись не из воздуха. Это были деньги налогоплательщиков, которые не пошли на строительство, скажем, школ и дорог. И все же связь между экономическим успехом США и Второй мировой войной имеется. Дело в том, что Соединенные Штаты остались последней промышленно развитой страной, которая не пострадала от войны. Вся Европа лежала в руинах и, едва начав восстанавливаться, создала устойчивый спрос на товары из Америки. Этот спрос стимулировал развитие американской промышленности, благодаря чему в США начался длительный экономический рост, продлившийся до самого начала 70-х. Он и сделал США первой экономикой мира. Так что если и можно сказать, что США выиграли благодаря войне, то это потому, что война их коснулась в меньшей степени. Теперь обсудим, почему в России не получится повторить экономический успех Соединенных Штатов. Провластные экономисты делают вид, что Россия сейчас находится в том же положении, что Америка 40-х. Смотрите, у нас тоже война, мобилизация и огромный оборонзаказ, стимулирующий экономику. Вот-вот начнется рост, как при Рузвельте. Но на самом деле ситуация в России сейчас ровно противоположная. США выходили из кризиса перепроизводства. У них был избыток товаров и нехватка денег и дефляция. В России же все наоборот. Избыток денежной массы и недостаток продукции, которую можно на эти деньги купить. Как следствие, товары дорожают и разгоняется инфляция. В США была бешеная безработица, а в России нехватка рабочих рук. В США был избыток средств производства, а в России из промышленности уходят иностранные инвестиции, не хватает оборудования. Дело осложняют санкции, из-за которых купить оборудование и материалы из-за границы очень сложно. Такое положение вещей сложилось не сразу. Десятилетиями российская экономика жила в условиях, когда производство внутри страны невыгодно и проблематично. Во-первых, сложно выиграть конкуренцию за инвестиции, если в стране под вопросом само право собственности. Во-вторых, промышленность плохо растет в странах, у которых основной доход – бесплатные нефтяные деньги. Помните все эти приколы про страну-бензоколонку и нефтяную иглу? Они как раз про это. В России было невыгодно производить, зато было выгодно импортировать. Доля импорта в потреблении россиян была очень высока. После вторжения в Украину Россия попала в изоляцию. Импорт затруднялся из-за санкции, и это привело к нехватке товаров на рынке. Причем не только импортных товаров, но и тех, что производятся в России на импортном оборудовании из импортных материалов. Раз товаров не хватает, цена на них растет. В то же самое время рынок труда теряет сотни тысяч, если не миллионы рабочих рук. Кто-то попадает на фронт, кто-то уезжает из страны. В этой ситуации наше правительство делает то же самое, что правительство США во время Второй мировой. Берет и размещает огромный оборонзаказ. Ну и плюс забирает людей из экономики, отправляя их на фронт, и начинает выплачивать огромные деньги за военную службу. Таким образом добавляя денег в экономику, в которой и так уже денежная масса слишком велика для имеющегося объема товаров. Все усугубляется тем, что за государственные деньги, направленные на оборонзаказ, не производится никаких гражданских товаров. Производятся танки, ракеты, военная форма, дроны. Но ничего, что можно было бы привезти в торговые центры или выставить на авито. Ни колготок, ни гамбургеров, ни тракторов, ни щебня для ремонта дорог. Только то, что отвезут на Донбасс и разнесут в клочья самым травмоопасным способом. Все, что сейчас производят для оборонки российские ВПК, не даст мультиплицирующего эффекта для экономики. На танке никто не будет ездить на работу и завозить детей в школу. Его не перепродадут через два года, подремонтировав кузов в ходовую. Новый хозяин не устроится с ним в такси. Его не будут гонять в сервис, на нем не будет работать курьер. И все эти люди не будут платить за него налоги и сборы. Этот танк будет оплачен один раз, пронесет один раз в ВВП 200 миллионов рублей и сгинет. Танк сделает всего две вещи для экономики. Увеличит денежную массу и инфляцию. И увеличит сумму компенсации, которую в будущем должна будет выплатить наша страна. А еще вокруг производства танка будет расти оборонная промышленность. Когда война закончится, и надобность в танках в таком количестве отпадет, перед экономикой в полный рост встанет проблема конверсии. После развала Союза было то же самое. И знаете, как удалось перенастроить военные заводы на производство гражданской продукции? Никак. За редким исключением. Вопреки распространенным мифам, оборудование для производства танков не годится для сборки автомобилей. На станках для производства патронов не запустишь штамповку шариковых ручек. Экономические ресурсы России сейчас стремительно сжимаются. Изнашивается оборудование, уменьшается количество рабочих рук, сокращаются инвестиции в гражданские отрасли. Сейчас в российской экономике собирается идеальный шторм. Инвесторы выводят капитал, а мигранты не хотят приезжать, потому что курс рубля не позволяет им зарабатывать достаточно. К тому же, жить в России стало небезопасно. Можно попасть под облаву, уехать на фронт, на войну, которая тебя вообще никаким боком не касается. Весь потенциал экономического роста, какой еще оставался в России, сейчас выгребает оборонные отрасли. А это значит, что экономика будет упрощаться. Будет бедный ассортимент и низкое качество товаров. А если влезет государство и начнет регулировать цены, то будет еще и дефицит. При этом парадоксальным образом будет расти ВВП, фиксируя, что танков и танкистов стало больше. Но реальной экономике от такого роста ВВП не будет никакой пользы, кроме вреда. Представление о том, что война может быть драйвером экономики, сродни магическому мышлению. Экономическая система не волшебная шляпа, в которую можно засунуть голубя, а вытащить кролика. Она вообще не про фокусы. В ней происходят объяснимые, логичные процессы. Иногда, конечно, эти процессы приносят блестящие результаты. Бурный экономический рост, развитие и богатство. Случаются синергии ресурсов, институтов, предпринимательские инициативы. Но не прокатывает шаманство в духе экономика стагнировала, а потом мы устроили войну, и все пошло на лад. Это уж, мягко говоря, дилетантство. Наша страна может выйти из тяжелой ситуации в экономике только двумя путями. Первый путь, если Россия станет, как США после Второй мировой войны, единственной страной с какой-никакой промышленностью. Но для этого нужно, чтобы весь остальной мир впал в безумие посильнее путинского, разрушил города, уничтожил экономику, разбомбил всю промышленность. Словом, сделал с собой примерно то же самое, что Путин сделал с Мариуполем. После такого у путинской России будет шанс разбогатеть на поставках для восстанавливающихся экономик. Но если план в этом, то он очень так себе. Пока не видно, как он может сработать. Второй путь — это избавиться, наконец, от Путина. Закончить войну и приложить все усилия, чтобы вернуться к норме. Прекратить хлепать оружие, начать платить компенсации и демонстрировать, что мы нормальная, договороспособная, предсказуемая страна. Это поможет добиться снятия санкций, а значит, изоляция перестанет убивать нашу экономику. Нормальное, адекватное правительство могло бы провести реформы, снизить уровень неравенства в нашей стране. Это стимулировало бы внутренний спрос. Гарантии прав собственности помогли бы привлечь инвесторов. Мы могли бы начать двигаться в сторону восстановления. Но сначала нужно прекратить войну. Без этого ничего не сработает. До завтра. Приглашаем вас на живые выступления Максима Катца. Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика. А во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Амстердам, Вена, Тель-Авив, Цюрих, Париж, Рига и Милан. Билеты на сайте maximkatz.com